В качестве типичного примера дифракционной решетки приводят CD или DVD диски. Несмотря на то, что у каждого под рукой есть куда более удобный пример. Это экран мобильного телефона. Возьмем телефон, возьмем фонарик и посветим фонариком в экран телефона. Мы видим, что отраженный свет от фонарика не является просто белым пятном, а вокруг отчетливо видны дифракционные порядки. Телефон является дифракционной решеткой просто потому, что экран состоит из пикселей, расположенных периодически, и свет просто дифрагирует на этих пикселях. В этом видео я расскажу о том, как максимально легко и быстро находить порядки дифракции, а также немного о том, как это явление связано с преобразованием фурьем, теорием и блохом и понятием обратной решетки. Прежде чем рассматривать дифракцию на решетке, рассмотрим сначала, что будет при прохождении световой волны через одну щель. Вспомним для начала принцип Гюгенса-Френелля, который состоит в том, что каждая точка волнового фронта является источником вторичных сферических волн, диаграмма направленности которых имеет форму кардиоиды, показанную здесь. Хотя в дальнейшем мы будем этим пренебрегать и считать диаграмму направленности просто сферой, так как будем рассматривать малые углы. Исходя из принципа Гюгенса, каждая точка в плоскости щели будет излучать такую волну. Результирующая волна после прохождения через такую щель будет представлять собой результат интерференции всех вторичных волн, и за экраном будет образовываться интерференционная картина, в которой есть максимум и минимум. Будем думать о волне на выходе как о совокупности плоских волн, распространяющихся под разными углами и с разной амплитудой, и попробуем найти амплитуду какой-то одной из них, распространяющейся под конкретным углом θ. Для того, чтобы найти амплитуду такой волны, нам необходимо сложить все волны, пришедшие от открытых точек волнового фронта. То есть взять интеграл по ширине щели от плоских волн, учтя соответствующий набег фаз. А набег фазы равен kx sin θ. Такой интеграл легко уберется и сводится к простой функции от угла θ. Если мы хотим рассмотреть несколько щелей, то нам нужно сделать абсолютно то же самое, но интегрировать уже не по одной из них, а по всем сразу. Такой интеграл тоже легко взять, и в выражении появляется сумма, в которой, если присмотреться, можно разглядеть просто геометрическую прогрессию. Просуммируя геометрическую прогрессию, мы получаем выражение, похожее на то, что было в предыдущем случае, но к нему добавляется еще один множитель sin n пополам kd sin θ, делить на sin 1 вторая kd sin θ, и также добавляется фазовый множитель в экспоненту. Зная амплитуду поля, мы легко находим интенсивность и можем построить график зависимости интенсивности от синуса угла θ. Для одной щели распределение интенсивности в зависимости от направления выглядит следующим образом. Когда добавляется вторая, то огибающая остается той же самой, но появляются дополнительные минимумы. И в целом при увеличении числа щелей закономерность легко уловить. В дифракционной картине присутствуют главные максимумы, между которыми находится n-2 побочных, где n это число щелей. Заметим, что огибающая зависит только от ширины щелей, но не зависит от их количества или периода между ними. А вот исходя из функции, выделенной здесь красным, мы можем легко найти условия главных максимумов. Это d sin θ равно m λ, где m это целое число. Все это время мы говорили об интенсивности именно плоских волн, излучаемых в направлении θ. А для того, чтобы увидеть какое-то распределение максимумов на экране, для начала нам нужно собрать эти плоские волны в одну точку, например, с помощью линзы. И тогда дифракционная картина будет выглядеть следующим образом. При этом условия максимумов разные для разных длин волн, для разных цветов, поэтому дифракционная решетка расщепляет белый свет в спектр. Сейчас мы рассмотрели дифракцию при прохождении плоской волны через экран с набором щелей. Но что будет, если рассмотреть дифракцию при отражении от какой-нибудь периодической структуры? Останется ли рассмотрение точно таким же? Ну, для начала нам следует учесть угол падения. Если он отличен от 90 градусов, появится дополнительный набег фаз, который тоже нужно учесть, но это легко сделать. Но на этот раз у нас не набор щелей, а какая-то периодическая структура произвольной формы, и не факт, что интеграл всегда возьмется. Но можно проверить, что если вы под интеграл добавите какую-то периодическую функцию, возможно, предварительно разложив ее в ряд фурье, то, по крайней мере, условие главных максимумов останется тем же самым. Поменяется только форма огибающей. И это условие, с учетом дополнительного сдвига фаз, зависящего от угла падения, будет выглядеть следующим образом. Оно простое, его легко запомнить, но я покажу способ, как даже не помня формулу, легко находить направление порядков дифракции. И даже не только на одномерной структуре. Рассмотрим какую-то периодическую структуру с периодом d, и просто нарисуем сферу с радиусом, равным периоду структуры. Нарисуем падающую и прошедшую волну дифракционные порядки, которые нас интересуют. Проведем через точку, где прошедшая волна пересекается со сферой вертикальной линии, расположенные на расстоянии лямбда друг от друга. Дифракционные порядки будут в тех направлениях, где наши вертикальные линии просто пересекаются с нашей окружностью. И все. Можно проверить, что такое построение, просто аналогично условию максимумов. В простых случаях этим построением пользуются проще и быстрее всего. Но для того, чтобы можно было обобщить эту задачу, нам необходимо теперь все умножить на 2π делить на лямбда d. И тогда радиус сферы уже будет 2π делить на лямбда, то есть k, а расстояние между вертикальными линиями будет 2π делить на d. Возможно, вам что-то напоминает такое расстояние между линиями. И действительно, это расстояние просто равно вектору обратной решетки. И это не случайность. Потому что такое построение является сферой Эвальда. Действительно, попробуем перейти от одномерной структуры к двумерной. И посмотрим, что будет в этом случае. Теперь нам необходимо построить не только вертикальные, но и горизонтальные линии по тому же принципу. Но при этом начинать всегда следует с этой точки. При этом порядки дифракции уже будут только в тех направлениях, где наша сфера пересекается и с вертикальной, и с горизонтальной линией одновременно. То есть, например, вот здесь. Но это был случай дифракции на какой-то структуре, например, из бесконечных цилиндров. И что будет, если мы попробуем такие цилиндры теперь сделать конечными и разрешим нашему волновому вектору лежать не только в плоскости, но и выходить из нее? Тогда построение остается, в принципе, тем же самым. Опять же, у нас есть обратная решетка. И в двумерном случае порядок был бы в направлении, где атом обратной решетки пересекается со сферой. Но если мы разрешаем к вектору выходить из плоскости, то нам уже необходимо нарисовать на самом деле сферу, а не только окружность. И порядки уже будут во всех возможных направлениях, где целые линии обратной решетки пересекаются со сферой. То, что у нас получились не атомы, а линии обратной решетки, это нормально, поскольку обратная решетка является преобразованием фурии от прямой. И можете проверить, как она будет выглядеть в случае различных структур. Вспомним теорему Блоха. Она говорит о том, что в любой периодической структуре поле должно выглядеть следующим образом. То есть экспоненты, где k принадлежит первой зоне бриллиена, умножены на какую-то периодическую функцию. Ну, периодическую функцию мы можем разложить, конечно, в ряд Фурье. При этом в этих экспонентах будет стоять как раз-таки вектор обратной решетки. То есть теорема Блоха нам говорит о том, что каждому волновому вектору примешиваются все возможные векторы обратной решетки. А сфера Эвальда говорит нам о том, что выходить из нашей решетки на бесконечность могут волны только с таким ковектором, который удовлетворяет закону дисперсии света. Омега равно ck. Ну, по сути дела, сфера Эвальда является просто проекцией светового конуса. Таким образом, в среде у нас существуют волны со всеми возможными ковекторами, отличающимися на вектор обратной решетки, а выходят из нее в виде порядков, в виде плоских волн, распространяющихся на бесконечность, только те, которые удовлетворяют закону дисперсии, то есть пересекаются со сферой Эвальда. Такое свойство периодической структуры мы можем, например, использовать для того, чтобы выбраться из волновода. Действительно, пусть волна у нас заперта в каком-то планарном волноводе и наружу никак не выходит. Но если мы к волноводу добавим какое-то периодическое возмущение, то к волновому вектору добавляется вектор обратной решетки, и какие-то порядки уже могут стать излучающими. Рассмотрим несколько примеров для случая одномерной решетки. Будем считать, что наши структуры периодичны по оси х, тогда по оси х наш закон дисперсии света сворачивается. И будем рисовать нашу ситуацию как и на зонной структуре, так и на схеме со сферой Эвальда. Ну, например, в случае падения волны вдоль х все выглядит следующим образом, и точка перемещается по световому конусу. А вот в этой точке появляется один дифракционный порядок. Рассмотрим нормальное падение на нашу структуру. Тогда один порядок всегда есть. А вот при увеличении частоты появляются еще два. Ну, также можно рассмотреть какое-то наклонное падение. Тогда ситуация выглядит следующим образом. И на самом деле внутри каждой зоны на этой диаграмме или на каждой линии всегда какое-то фиксированное количество порядков, которые легко найти, пользуясь вот этим методом. Таким образом, даже рассмотрение простейшей одномерной решетки естественным путем приводит нас к рассмотрению обратной решетки. А вот разложение фурья по пространственным частотам мы тут проделали, даже не заметив этого, когда стали говорить просто о плоских волнах, излучающихся в определенном направлении. Можете проверить, что функция распределения интенсивности в зависимости от синуса угла тета является просто фурья-образом прямоугольной функции, ну, просто функции апертуры. А функция распределения интенсивности от решетки, соответственно, является фурья-образом решетки. Также обратная решетка является преобразованием фурья от прямой решетки, поэтому преобразование фурья возникает тут просто повсюду. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok